друзья коллеги ну или просто любители мастерить чего-либо всем привет я тут сегодня первый день и первый раз одел такую красивую футболочку это мне был вручен подарок за крупную покупку еще в конце прошлого года я решил побаловать себя и сделать к новогодним праздникам покупку крупную рейсмус g12 спросите почему не makita budget потому что цена в два раза дешевле ну и для моих хобильных целей за глаза вот такую футболочку тут надпись на рукаве у них исполнилось в прошлом году 100 лет видите 1915 2015 правда непонятно почему красного цвета был откуда колорит не как сам инструмента сине-голубого ну да ладно зато приятно по поводу рейсмуса еще сделаю обзорчик в будущем небольшой внес и некоторые туда изменения так улучшение скажем в системе полеудаления ну и буду еще делать под него тумбу у многих популярная у американцев и наши уже делают с переворотом то есть одной стороны цепляется рейсмус с другой торцовка или поставлен к примеру шлифовальный свой самодельный станок но это в будущем в этом видео хочу вам показать назовем так небольшая хитрость дополнение что ли которую существенно повысить разнообразие и возможности применения вот таких вот замечательных струбцин или как их еще называют рычажно-станочные зажимы почему рычажно-станочные как видите у них тут внизу на площадке есть отверстие для непосредственного крепления какими нибудь станинам станкам столам ну или пример платформе подвижной которых свою очередь тоже крепится к станине они могут быть разной модификации но все у них есть крепление вот на площадке такие с такой ручкой вертикальной и начну я вот с такого вида зажимов которые фиксируют детали с торца так чем заключается хитрость и улучшения это в ограничители заготовок вот он находится впереди носика сразу хочу сделать такую сноску что этот ограничитель заготовок служит в том случае если у нас происходит постоянная смена деталей с разными толщинами и дальнейшей их фиксации ну давайте я вам покажу сразу сблизи как это дело выглядит вот он п-образный ограничитель фанера металл неважно какой материал когда у нас трубцина расслаблена мы подводим этот ограничитель к заготовке далее начинаем струбцину переводить в крайнее положение зажима и у нас уже носик выходит для фиксации детальки его можно немного ослабить назад убрать или повысить нагрузку зажима вперед выдвинуть сама платформа имеет такой продолговатый вид но это и понятно сама струбцина такая здесь направляющий болт здесь свободный для фиксации барашком также у нас существует обратная сторона пятка она тоже у нас свободном положении ходит но ее можно уже зафиксировать на постоянку и не трогать давайте теперь продемонстрирую как эта система работает подвигаем здесь зажимаем фиксируем но сильно зажало да я уже наверно слишком повысил давление можно уменьшить его пожалуйста надо если еще подставить одну детальку фиксируем зажимаем все крепко держится в каких случаях такая система нужна ну допустим что сразу приходит в голову это сверление отверстий под косой шуруп вот у нас есть примеру какая-то стенка дополнительная зажимаем здесь сверлим надо что-то потолще поставили также двигаем зажимаем сверлим эта система также пригодна для склеивания каких-то частей деталей но это уже все зависит от вашей фантазии куда можно применить вот такой вид зажима мне пришла в голову еще одна дополнительная я купил вот такие вот малышей продаются они единственное что парно цена там копеечная 220 рублей не помню уже заказывал в китае так вот один зажим я буду использовать для шины направляющей от окружной силы ну допустим макита это все дело будет у меня здесь располагаться также с обратной стороны будет пятак который постоянно зафиксирован а этот будет подвижный чем хороши вот эти еще зажимы у них подъем подъем не такой большой вот если еще добавить здесь платформу я сделаю из металла пятерки то можно зажимать детали до 20 миллиметров то есть мне в принципе вполне пригодно я его вообще эту шину использую для подрезания дверей снизу бывают моменты когда на объекте проемы ниже чем положено поэтому приходится подрезать снизу двери двери я укладываю на пол вожу какие-нибудь досочки или подкладки и уже саму дверь укладываю и мне нет возможности подсунуть струбцину фистол потому что сама дверь уже находится близко к полу а вот с этой струбцинкой очень удобно будет фиксировать шину на самом полотне вот теперь давайте перейдем к другому виду зажимов и следующая идея в качестве верстачных струбцин для стола принцип тот же самый что и у струбцин бейси возможно вы видели то есть у нее тоже есть кругляк снизу направляющая для отверстия в столе и здесь установленную струбцин бейси автоматическая которая сама определяет толщину заготовки и дальнейшем ее фиксирует но вот с такими зажимами такое дело у вас не прокатит без вот этого ограничитель заготовок вы будете очень долго и нудно искать подбирать вот эту толщину и потом зажать ее а так все очень быстро поставили детальку отпустили зафиксируя она уже видите сама села на нее все очень четко тут присутствует одна дощечка толщина тому же не важно какая продолговая ты уже с ручкой чтобы удобно было зажимать единственный момент что пришлось убрать родной носик так как он по длине не хватал вырезал из шпильки м8 здесь отрезал от этого кругляка пятак засверлил приклеил резинку первоначально у меня стояла без резинки но оставляла вмятины на заготовках поэтому лучше резинку добавить также можно и повысить давление открутить дальше или поменьше очень не вот этот вариант понравился все четко быстро не надо подвозить той струбцины фистовской ну фистовская конечно нет конкуренции там для своих фиксации но это тоже достаточно надежно держит очень крепко один момент что вот эту вот длину кругляка не надо слишком длинную делать иначе у вас будет соскоб происходить что это значит вот если вы поставили детальку к примеру там сверху еще одну там еще одну такая длина да и вы попытаетесь зафиксировать то у вас ничего в принципе получится но вот видите она соскакивают вот с этого отверстия потому что нету рычага достаточного вот здесь вот он короткий если конечно струбцина вот это вот имеет длину приличную то принципе можно и повысить вот этот а так вот таких у допустим тут достаточно вполне достаточно для фиксации очень крепко и надежно теперь я фактически уже после ее изготовления постоянно ее использую эту струбцинку ну на этом все дальше уже включается ваша фантазия где можно вот этот способ применить в каких видах зажимов то есть в этих видов зажимов ну в каких областях подписывайтесь и пока